Добрый день всем! Я тоже рад, что здесь собралось столько людей. Очень приятно, что здесь много молодежи, школьников. Я постараюсь объяснять понятным простым языком. Действительно, мне приятно, что уже не первый раз меня приглашают в курилку Гутенберга. И я рассказываю об области своих профессиональных интересов, об атомной энергии, о разных аспектах ее применения и использования человечеством. И сегодня я подготовил лекцию, которая посвящена именно энергии атома, как источника энергии для людей и вообще для, собственно, жизни на планете, как ее используют люди для получения электричества, тепла, какое-то совершение полезной работы, может быть, на транспортных каких-то, с транспортными целями и так далее. Давайте для начала, чтобы все примерно понимали, о чем речь, что такое вообще радиоактивность и энергия атома. Лекция у меня носит такой провокационный немножко характер. Атомная энергия от древних времен. Казалось бы, вот мне часто приходится сталкиваться с неким мифом, что атомную энергию изобрели люди и, собственно, до применения атомной энергии человечеством, радиации вообще на Земле не было. Это, конечно, неправда. Радиоактивность это такое же свойство живой и не только неживой, да, вообще нашей материи. Это свойство атомов испускать радиоактивное излучение. Ну, вообще, как устроен атом? У него есть ядро, оно состоит из протонов и нейтронов, есть электронная оболочка. Так вот, радиоактивность это как раз свойство атомов, испускать частицы альфа, бета или излучение, гамма, и при этом ядро может превращаться в другие ядра. То есть одни химические элементы могут превращаться в другие, это в чистом виде алхимия. И это, конечно, существовало давно, столько же, сколько существует вообще материя, собственно, в нашей Вселенной. Химические элементы, вот таблица Менделеева здесь показана, в этом году, кстати, исполняется 150 лет, и этот год объявлен Международным годом периодической таблицей элементов. Так вот, на текущий момент известно 118 химических элементов. Но у каждого из этих элементов есть изотопы. Это как раз ядра этого же элемента, то есть у него столько же протонов, у него такой же заряд, а заряд ядра определяет какой-то химический элемент, но у них разное количество нейтронов. Соответственно, у них разные физические свойства, но химические это одни и те же элементы. Так вот, здесь справа показана, ну, так называемая расширенная таблица элементов. Вот черная строчка посерединке, это вот те самые 118 элементов. А шаг влево, шаг вправо, вот в десятки раз больше, это как раз те самые изотопы, отличающиеся по массе ядра этих химических элементов. Их, конечно, в разы больше. И большинство из них именно радиоактивные, то есть они испускают различные радиоактивные излучения. Ну и в природе радиация и энергия атома, то есть радиация это, по сути, способность атомов излучать энергию в том или ином виде, в виде разных излучений. В природе это существует давно, и благодаря ядерным реакциям, радиоактивности, по большому счету, и существует жизнь на нашей планете. Потому что вот сегодня солнечный день, а солнышко это, по большому счету, большой термоядерный реактор. Там происходит термоядерная реакция синтеза, происходит большое количество излучений, и вот видимый свет, который к нам приходит, и тепло, это как раз следствие этой термоядерной реакции. Так что мы пользуемся энергией, человечество пользуется энергией атома, сколько оно существует на планете. Ну и сама планета Земля отчасти греется солнышком снаружи и греется изнутри тоже отчасти за счет того, что распадаются радиоактивные элементы в земной коре. И даже ядерный реактор это, собственно, не изобретение человека. Ядерный реактор природный существовал на планете Земля 2 миллиарда лет назад. Это была урановая шахта, в которой создавались условия, при которых может протекать ядерная реакция деления урана. Но использование радиоактивности энергии атома человеком началось с открытия самого явления радиоактивности. Да, люди, как и многое в своей жизни, используют то, что уже изобретено природой. Мы просто это познаем и пытаемся как-то применять. Так вот, радиоактивность открыл Анри Бекерель еще в конце 19 века. Вместе с супругами Кюрьяни затем получили Нобелевскую премию за это. Но использование атомной энергии именно как источника энергии началось после открытия следующей реакции. Открытие деления ядра урана. Это произошло на 40 лет позже, в 1938 году. Произошло в Германии. Немецкий химик, что интересно, то есть это важная для ядерной физики реакция, была открыта химиком. Отто Ганн определил, что при облучении солей урана нейтронами образуются новые химические элементы. И его коллегия, уже физики, Лиза Мейтнер, она доказала, что предложила теорию, что уран делится в результате этой реакции. До этого никто не мог предположить, что такая, в принципе, ядерная реакция возможна. Позже, в 1944 году, от Тагану была присуждена Нобелевская премия за открытие деления урана. Чем примечательна эта реакция, и почему она такое важное значение имеет? Дело в том, что схематически ядро урана, в него попадает нейтрон, он делится на два осколка, и при этом выделяется огромное количество энергии. Оно, конечно, маленькое по размерам одного атома, но если таких атомов делится много, то энергия колоссальна. Она в сотни тысяч раз больше на одну реакцию, чем другие ядерные реакции, или тем более, чем химические реакции. Допустим, окисление, горение – это химическая реакция, при которой выделяется тепло. Так вот, при делении урана выделяется в сотни тысяч раз больше энергии. Это первое свойство, да, выделение большого количества энергии. Второе – то, что здесь выделяется, кроме осколков и энергии, еще несколько нейтронов. И они могут попадать в следующие ядра урана и вызывать следующее деление. И это так называемая цепная реакция, и это лавинообразный процесс, в результате которого может пройти такой взрывной процесс выделения огромного количества энергии уже всего объема делящегося материала – урана, либо других тяжелых ядер. Ну и тогда, конечно, в 1938 году, в 1939, это было предвоенное время. Физики сразу поняли, в общем-то, огромный потенциал этой реакции, что это может быть как-то использовано, но время было предвоенное, и тут уже не только физики заинтересовались, им, конечно, объяснили, чем это грозит. Здесь показан доктор Зло, который задумался над созданием ядерной бомбы, что сразу же это можно использовать как оружие. На то время, конечно, его не было, но был Гитлер, который, конечно, тоже пытался создавать ядерное оружие, но он не смог этого сделать, но все остальные боялись, что он сможет. И тогда уже, собственно, американцы первыми этим масштабно занялись созданием ядерного оружия, чтобы опередить остальных и не столкнуться перед фактом, что у кого-то оно есть, а у них нет в условиях войны. И они создали ядерное оружие, сделали атомную бомбу в 1945 году. Как вы, наверное, знаете, Хиросима и Нагасаки – это два японских города, которые первые и, к счастью, пока единственные в истории объекты, где применялось ядерное оружие именно в военных целях, в боевом, боевое применение было. Но это тоже малоизвестный факт, что на самом деле на нашей планете ядерных взрывов было не два. Их было больше двух с половиной тысяч. Если два только было применены в боевых условиях, то остальные – это либо были испытания ядерного оружия, они проводились на полигонах. В Советском Союзе это был Симбалатинский полигон в Казахстане, в США был, в Неваде, у нас еще на Новой Земле. Ну, здесь карта, вот я боюсь сказать, что из-за освещения не очень хорошо видно. Это карта мира, и, в общем-то, видно, что у тыкана-то довольно много где, да? То есть это не только места полигонов. Территория Советского Союза тоже вся покрыта вот этими точками. Это места ядерных взрывов на самом деле. То есть люди подумали, что плохо, конечно, чтобы у нас было ядерное оружие, которое может быть использовано только для уничтожения себе подобных. А можно ли эту как-то ядерную энергию, эти бомбы, которые мы сделали, использовать в каких-то мирных целях? И понятно, что это можно было сделать. Физики предложили, и были программы государственные, и в Советском Союзе 124 ядерных взрыва было проведено именно в мирных целях для выполнения какой-то полезной задачи народного хозяйства. Разные задачи решались. Это было и сейсмозондирование, то есть взрывали где-то под землей, и по распространению взрывной волны изучали, из чего состоит, собственно, где там есть залежи полезных ископаемых и так далее. Были взрывы для интенсификации добычи нефти, когда сдвигались земные пласты, и нефть лучше выходила. Были попытки использовать ядерный взрыв как очень мощную взрывчатку, как используют динамит для прокладки, допустим, туннелей или каких-то ритья каналов и так далее. Атомная бомба гораздо мощнее. Естественно, один такой взрыв может выкопать огромную яму или проложить какой-то канал. В США тоже планировали прорыть что-то вроде второго Панамского канала, например, с помощью ядерных взрывов. Вот пара примеров, как это использовали. В 1965 году на территории Северополазинского полигона первое озеро. Это первый взрыв в мирных целях. Пробовали, как можно сделать искусственное озеро. Огромная воронка, она наполнилась водой. Пожалуйста, искусственное озеро. Можно делать водоемы. Второй пример, тоже важный, потому что практически безальтернативно здесь было использование атомной энергии в виде бомбы. Это было аварийное тушение газового факела. То есть месторождение газа, вот и бывает, но случилась авария, газ загорелся. Это факел, который ты так просто не потушишь. Огромное количество топлива. И никакая даже обычная взрывчатка, это нельзя было потушить ударной волной. Пришлось использовать только ядерную бомбу, которую подкопались шахтой под этот ствол газовой шахты. И взорвали под землей, просто земные пласты сдвинулись и перекрыли этот поток газа. Так он был потушен. Для использования энергии атомные взрывы тоже предполагались. Были такие проекты. Они не реализованы. Может быть и хорошо, что это не реализовано. Но были проекты использования термоядерных взрывов, для того, чтобы взрывать их под землей. И тепло, которое выделяется при этом, отводить и получать электроэнергию. Вот так это могло бы выглядеть. То есть некая шахта под землей, некая емкость, в ней взрываются. Причем несколько взрывов в час. Это довольно такой очень мощный полигон. Собственно, сейчас это нельзя сделать, скорее всего, именно из-за международных ограничений. То есть сейчас есть мораторий на запрет на ядерные испытания. И такие взрывы производить нельзя. Но, тем не менее, это был бы вариант использования термоядерной энергии. Он не реализовался. А можно ли обойтись без взрыва? Использовать энергию атома не в таком взрывном варианте, а как-то попроще, помедленнее, поаккуратнее, не так интенсивно. Можно, конечно. То есть цепная ядерная реакция может быть управляемой. Это можно объяснить по аналогии с костром и с химическим взрывом. Если у вас одномоментная химическая реакция идет, типа в динамите, у вас взрыв. А если вы потихоньку сжете костер, понемножку окисляя топливо, это вот у вас постепенное получение энергии. Ядерная реакция это также возможно. И как раз атомный реактор это такое устройство, в котором под контролем идет цепная реакция делений тяжелых ядер урана. Как я уже рассказывал, в природе был такой реактор 2 миллиарда лет назад. Он был в урановой шахте, то есть там было топливо. И оно периодически затапливалось. Там создавались условия, при которых нейтроны выделялись, и уран их мог захватывать. То есть у них была подходящая энергия для протекания такой реакции. Можно создать искусственный реактор, собрать достаточное количество урана, хорошо его очистить, компактно сложить эти ядра, чтобы нейтроны не вылетали, а попадали в соседние ядра. И первый искусственный атомный реактор был создан в 42-м году в США. Это вот такая чикагская полейница. Она почему полейница? Потому что там как раз бруски урана были сложены по форме, похожую полейницу. Эти первые реакторы, конечно, были не для производства электричества. Это была просто попытка человека освоить атомную энергию в таком управляемом варианте. Затем с помощью этих реакторов нарабатывали оружейный плутоний для ядерного оружия. И затем уже в 54-м году только построили первую атомную электростанцию. То есть это реактор, от которого тепло отводится и с помощью него вырабатывается электроэнергия. И первая такая электростанция была построена в Советском Союзе в 54-м году в Обнинске. Там сейчас музей, она уже не работает. Там музей, туда можно сходить, туда несколько тысяч школьников ежегодно ходят, смотрят на этот памятник инженерии. Вот как работает атомная станция? Да, это тоже... Тут есть определенные мифы, с которыми мне часто приходится сталкиваться. Немногие знают, что по большому счету атомная электростанция – это большой ядерный кипятильник. Дело в том, что при делении урана большинство энергии, там больше 80%, выделяется именно в форме тепла. И поэтому попытка использовать эту энергию – это просто способ преобразовать тепло в какую-то полезную нам энергию. Ну, человечество давно освоило на других типах электростанциях преобразование тепла в электричество. То есть, вот реактор, типа Чикагской полейницы, да, но более современный. Я покажу, как они современные выглядят. Он охлаждается с помощью воды. Вода передается в другой теплообменник, где нагревается другой контур с водой. Она кипит, пар идет на турбину, турбина вращает генератор. Все, мы получаем электричество. Значит, казалось бы, ничего такого сверхинновационного, казалось бы, атомный век. Это же прям какой-то хай-тек, тут надо какое-то излучение, там, какие-то удивительные, ни на что не похожие устройства. Но на самом деле это просто самый эффективный способ преобразования тепла в электричество, который придумало человечество. Ничего более эффективного нет. Здесь КПД может быть до 40%. Это довольно много. Все равно примерно 2 трети тепла мы выбрасываем. Его можно использовать для отопления, например. Но для производства электричества всего 1 треть, максимум 40% энергии используется. Вот в таком виде используется топливо. Вот на ладошке видно урановые таблеточки массой 4,5 грамма. Их можно держать в ладошке. Из них собираются стержни. Они собираются в кассеты, в кассеты тепловыделяющие сборки. И вот так выглядит современный атомный реактор водо-водяной. Это такой класс реакторов. Их на самом деле очень много. Это самый распространенный тип, где это топливо охлаждается водой под большим давлением, с огромной температурой. Там температура больше температуры кипения, около 300 градусов. Но вода при этом жидкая, потому что она под огромным давлением. И, естественно, вот такая таблеточка. В чем, собственно, прелесть атомной энергии? Огромная концентрация энергии. Одна такая таблеточка эквивалентна примерно полутонне, например, угля. Угольная электростанция, если атомной электростанции нужно всего пара десятков тонн урана, топлива в год, угольной электростанции нужно просто эшелонами подвозить уголь и топливо каждый день. При этом часть этого угля выделяется в виде оксидов и парниковых газов. И если мы беспокоимся о том, как влияет человечество своей деятельностью на глобальное изменение климата, на выброс парниковых газов, то как раз атомная энергетика наравне с гидроэнергетикой, солнечной, ветряной, ее можно отнести к вот этой безуглеродной, которая при своей работе не производит выбросов парниковых газов. И в современном виде на текущий момент атомная энергетика в мире дает примерно 11% всей электроэнергии. Если считать по всей энергии, то есть тепло, транспорт и так далее, она дает примерно 5%. Всего атомные станции есть в 30 странах, их примерно 450 энергоблоков, то есть 450 реакторов всего в мире в 30 странах дают 11% электроэнергии. Лидеры здесь США, Франция, во Франции 70% электроэнергии добывается на атомных электростанциях. Китай, Япония, Россия. Россия здесь тоже лидеры. У нас не 11%, даже почти 18% электроэнергии добывается на атомных электростанциях, то есть выше, чем по миру. Но все равно баланс энергоресурсов, который используется в электроэнергетике, он такой, что 35% примерно все равно до сих пор в мире добывается путем сжигания угля. Атомные энергетики, конечно, ее сильно подкосили аварии типа Чернобыльской, 3 Mile Island. Первая крупная авария на атомной станции, она была в США почти 40 лет назад, в этом году будет 40 лет. Ну и авария на АЭС Фукусима в 2011 году. Ей вот это тоже был март, 8 лет недавно исполнилось. О чем же мечтали еще люди на заре освоения атомной энергии, когда они были воодушевлены, это 50-е, 60-е, когда не только атомное оружие, но были построены первые атомные электростанции, люди как раз понимали, что вот сейчас какая-то новая эра, какой-то бесконечный источник энергии, очень концентрированная. Мы сейчас освоим Вселенную, летим на другие планеты. Это же было еще и совмещалось с созвитием космонавтики и так далее. Предполагали, конечно, что уже довольно скоро у нас будут и автомобили на ядерной тяге, и поезда, и дирижабли, и самолеты. И даже атомные станции будут настолько простые и автоматизированные, что даже ГМР Симпсон сможет там работать, и ничего страшного не будет. Это было еще до первых аварий на атомных станциях, поэтому тогда можно было о таких вещах мечтать. Но на текущий момент электромобилей на ядерной тяге нет, и, наверное, хорошо, потому что ядерный реактор – это довольно большая штука. Поставить его на автомобиль не получится, даже при современных технологиях. И, наверное, хорошо, потому что представьте, что два автомобиля врезаются, и что будет, да? И чтобы управлять таким автомобилем, нужна какая-то все-таки понимание ядерной физики. Но что пробовали сделать? Пытались сделать не только стационарные большие атомные станции, но и мобильные. Для каких-то удаленных районов, для, допустим, Крайнего Севера, или для военных, которым нужно быстро куда-то приехать, развернуться, получить источник энергии и не подвозить к нему топливо постоянно, да? И в Советском Союзе были такие проекты, и построили вот на гусеничной тяге, на базе танка на самом деле, чуть-чуть ужеленного. Вот четыре таких гусеничных блока могут соединиться, и получится атомная электростанция, небольшая, мобильная. Ее построили, она реально работала, но не нашла большого такого применения. Сейчас такие проекты, в принципе, возрождаются, потому что у нас опять усиливаются и военные бюджеты, и попытки освоения Арктики, и вообще в мире интерес к новым видам ядерной энергетики, он тоже развивается, и мобильная электростанция атомная, это такой новый тренд. Но пока проектов не реализовано. Что пытались, опять же, сделать из транспорта? Пытались построить ядерный самолет. И реально, и в США, и в Советском Союзе такие самолеты проектировали, даже построили реакторы, и даже в Советском Союзе такой самолет летал. Но не на ядерной тяге, а экспериментально. То есть несколько десятков полетов он совершил с реактором на борту, но реактор при этом не работал. То есть они не дошли до финальной стадии, просто потому что тогда в 60-е уже активно развивалось... Вообще зачем их строили? Понятно, что, опять же, для военных, то есть мало сделать атомную бомбу, нужно придумать средства ее доставки до нашего вероятного противника. Ядерный самолет отличается тем, что он может летать очень долго, ему не нужно топливо, он может бесконечно, он взлетел и летает постоянно с ядерной бомбой, в любой момент нажал кнопку, и она улетела, упала. Но к тому времени в 60-е уже активно развивалась, как я уже сказал, и космонавтика, она тоже выросла из военных технологий, и развивались технологии ракет, баллистических ракет, и средства доставки уже были сделаны. Не нужны такие самолеты, которые летают с людьми, с техникой, в атмосфере и так далее. Уже были ракеты, которые могут эту задачу решать. Поэтому проекты были свернуты и у нас, и в Советском Союзе, и в США. Но сделали военный атомный флот. То есть корабли на ядерной тяге реально их сделали. Они, в принципе, для той же задачи. То есть наиболее массовый вариант использования атомной энергии на транспорте – это военные атомные подводные лодки. Их было несколько сотен в мире построено. И сейчас это, на самом деле, большая проблема, потому что они уже вышли из строя, и их надо утилизировать. Но в США построили и надводные корабли, всем известные авианосцы. У них их около десятка, даже больше. Они как раз на ядерной тяге. И один такой корабль – это сотня тысяч тонн. И понятно, что ядерный реактор позволяет не только обеспечить его энергией, но и не требует топлива, иначе он становится более мобильным, более мощным. Ну и вот здесь на фотографии, кстати, первый авианосец, по-моему, американский. Как раз они выстроились по этой знаменитой форме Линштейна Е равно МЦ-квадрат, показывая, на чем, собственно, этот авианосец работает. В отличие от американцев, у нас тоже есть один авианосец, но он как раз работает на сжигаемом топливе. И это довольно печальное зрелище. Почему так вышло – это как бы отдельная история. Но зато атомных подводных лодок у нас было больше. Зато у нас в России, в Советском Союзе, активно внедрили атомную энергию на гражданском, на невоенном флоте. Такие попытки были не только у нас. Строили и немцы гражданский корабль, который должен был возить грузы на ядерную энергию. И он назвался как раз «Оттаган» в честь вот того химика знаменитого, который реакцию деления урана открыл. Был японский корабль, был американский корабль «Саванна-Ривер», но у них у всех была не очень такая длительная срока эксплуатации, не очень успешные проекты на самом деле. У нас корабли такие были построены, и это были ледоколы. Атомные ледоколы. Потому что вот здесь как раз первый Ленин, и вот это современный, самый большой в мире атомный ледокол России. «50 лет победы» называется. Ответ, почему у нас получилось и зачем нам это нужно, очень простой. У нас есть Северный морской путь, у нас огромные территории пролегают, находятся в Арктике, и снабжать как-то, и обеспечивать их, и вообще добывать там ресурсы на самом деле. Цель-то именно такая, добывать там ресурсы. Это все невозможно без ледоколов. Атомный ледокол у него, конечно, есть огромные плюсы. Он и мощнее, и он не привязан к базам снабжения, которые поставляют ему топливо. Он может целую навигацию работать, не заходя в порты, ну, только для пополнения запасов. Топливо ему не нужно. Ну и приятный бонус наличия атомных ледоколов – это возможность прокатиться в тур на Северный полярный, на Северный полюс. Туристы туда ездят. Вот у нас регулярно несколько рейсов в год ледоколы делают. Если у вас есть 25-30 тысяч долларов, запросто можно съездить и вот поставить вокруг флажка на Северном полюсе погулять, посмотреть на белых мишек. Это то, что касается… Ну и мы продолжаем, да, строить атомные ледоколы. У нас проекта освоения Арктики все больше и больше. Мы сейчас добываем там газа все больше и больше. Нам нужны все более мощные ледоколы. К счастью, технология. Но меня как инженера это радует, потому что технологии не утеряны. И вот чисто тут, конечно, огромные деньги, огромные бюджеты. Довольно сомнительно то, что мы все-таки продолжаем сидеть на вот этой углеводородной игле, да, наша страна. Но самое забавное, что мы добываем углеводороды с помощью атомной энергии. И самые крупные ледоколы у нас уже есть и строим мы еще больше. Вот это пример новой серии ледоколов Арктика. Сейчас это головной ледокол. Это довольно свежая фотография. Это прошлой осенью, по-моему. И строятся еще два. И будут строить еще более мощные, еще в два раза мощнее. Для того, чтобы они могли ходить через весь северный морской путь в любое время года. И также на базе этих ледоколов с помощью тех же реакторов, которые используются на них, на кораблях. И в таких условиях, да, морского плавания, то есть не на земле. Построили и плавучую атомную электростанцию. Это как раз развитие проекта вот этой малой энергетики. У нас есть уже атомная станция на Чукотке, Билибинская. Там как раз изолированный район, куда топливо завозить сложно. Но там важные стратегические объекты. Добывают там золото и другие полезные ископаемые вещества. И сейчас как раз построили плавучую станцию с реакторами, похожими на те, которые стоят на ледоколах. Для того, чтобы обеспечивать такие крайние районы. Вот такая ПТС, плавучая АВЭС, академик Ломоносов. В этом году должна отправиться на Чукотку, чтобы заменить действующую там атомную электростанцию. И этот же принцип использования энергии атома, то есть реактор, управляемая цепная реакция. И отведение тепла, использование его для производства электроэнергии. И использовался не только на Земле, не только на Крайнем Севере, не только для освоения Арктики, но и для освоения космоса. Здесь показаны реакторы, которые были и которые сейчас проектируются. Первый реактор был американцами построен и запущен. То есть он довольно компактный. Там нет такой мощной турбины, там другие способы преобразования тепла. Были наши советские БУК и ТОПАС. И десятки раз их запускали в космос. Конечно, тоже в основном с военными целями. Это военные были спутники. И даже были неприятные инциденты, когда один такой спутник упал на территорию Канады. И произошло радиоактивное загрязнение. И, собственно, поэтому отчасти использование атомной энергии в космосе, оно сейчас ограничено. Оно активно существует, но есть определенные ограничения. И вот американский проект, сейчас он разрабатывается, уже активно испытывается. Для использования, например, на Луне, на Лунной базе или на Марсе. Они активно работают в этом направлении. А можно ли использовать энергию без урана, без реактора, без взрывов, как мы уже поняли? Можно, да? Но вот каким-то другим способом, да? Здесь над этой проблемой думает Мэтт Дэймон в образе марсианина, да? Наверное, смотрели фильм 15-го года «Марсианин». А вот над чем он думает, это я сейчас попытаюсь объяснить. Действительно, есть способы использования атомной энергии в другом виде. И в том, что не только энергия распада тяжелых ядер выделяет большое количество энергии, но и, в принципе, любой радиоактивный распад, альфа, бета, гамма, при нем выделяется энергия. Ее можно использовать. Часть из нее тоже выделяется в форме тепла. Пусть не так интенсивно, но тем не менее. Вот здесь на картинке, к сожалению, все-таки здесь довольно светло и не очень видно, но это раскаленный, вот как реально красный металл до 1000 градусов диоксид плутония. Он не делится. Это просто альфа-распад. Но тем не менее, там такая концентрация этого радиоактивного изотопа, что это вещество нагревается в результате этого распада. И это тепло, в принципе, можно преобразовать напрямую в электричество, без турбина, без этих сложных устройств, механических, громоздких. Пусть не с таким КПД, не 40%, а, допустим, процента 2-3-4, но для определенных задач этого будет хватать. Вот, например, эффект Зейбека или такой эффект термопары, когда можно соединить разные проводники или полупроводники, и если с разных сторон их нагревать, с одной стороны нагревать, с другой охлаждать, ну, в общем, обеспечивать разность температур, то между ними пойдет электрический ток. Это такой способ преобразования тепла напрямую в электричество. И такие устройства, ретеги, радиозотопные термоэлектрические генераторы, они существуют, они работают не только на тепле изотопов, да, могут преобразовать, в принципе, любое тепло в электричество, но с радиоактивным изотопом, конечно, интереснее, он мощнее, он может дольше работать, поэтому, например, для каких-то задач, это очень такая приятная перспектива и практически без альтернатив. И основное применение они нашли именно в космосе. Вот здесь показаны, собственно, устройства такого агрегата, да, вот внутри там находятся, ну, в основном, плутониевые такие таблеточки, которые разогреваются за счет распада, они греются. Разность температур, это просто горячее внутри этот источник, а снаружи радиатор, который излучает излучение, да. И между ними преобразователи, которые эту разницу температур преобразуют в электроэнергию, с небольшим КПД, но все-таки этого может хватить. Вот, и это не ядерный реактор, с ним, в общем-то, рядышком можно находиться. Вот как раз женщина, сотрудник НАСА, измеряет излучение от этого устройства, от ретега. И такие аппараты активно используются, особенно там, где альтернатив им нет. Вы, наверное, знаете, что большинство, практически подавляющее большинство космических аппаратов, которые сейчас летают на орбите спутники, да, или космические корабли, пилотируемые, или грузовые, или даже наша космическая, международная космическая станция, которая летает вокруг Земли, она питается за счет энергии, за счет солнечной энергии, да, солнечные панели. Солнечная энергетика, по большому счету, пришла к нам из космоса на Землю, сейчас развивается. Но, когда мы отправляем какой-то аппарат в дальний космос, мы удаляемся от Солнца, и энергию, которую мы от него получаем, все меньше. Соответственно, нам нужны более крупные солнечные панели, а это масса, это сложность, да. И вот здесь как раз такие ретеги, они становятся незаменимыми. Вот здесь, это, собственно, фотография, главная фотография в науке начала этого года, 1 января. Это Ultima Thule, это самое дальнее космическое тело от нашей планеты, которое было заснято, рядом с которым пролетел наш рукотворный космический аппарат. Это аппарат New Horizont, Новые Горизонты, американский, НАСА. Он летел, чтобы изучать Плутон, но сейчас он летит дальше, и как раз пролетел рядом с Ultima Thule. Этот такой снеговик снял. Вот как раз у него вот этот ретег, его источник питания. У него вообще нет солнечных панелей, без надобности. Другие примеры, например, аппараты Voyager. Это два космических аппарата НАСА, Voyager 1 и Voyager 2, для исследования дальнего космоса. Они уже 40 лет летят от НАСА. Они уже покинули, собственно, Солнечную систему. И за эти 40 лет они тоже питаются такими ретегами. Мощность этих ретегов упала всего на 30%. То есть они могут еще десятилетиями лететь, лишь бы там аппаратура не сломалась. А энергии им еще хватит. И даже особо далеко как-то не уходя, да, никакой дальний космос, Марс, марсоход Curiosity, который сейчас работает, самый современный, самый крупный и мощный марсоход из тех, которые работают на Марсе, он тоже работает на атомной энергии с помощью вот такого термоэлектрического радиозатопного генератора. Еще как раз одна новость из космонавтики недавнего времени. Пару недель назад такое печальное было событие. Как раз закончил работу другой марсоход, американский Opportunity. Вот он как раз сломался, собственно, из-за того, что у него не было радиозатопного источника. Он работал просто на солнечных панелях. И его засыпало там пылью, и они не смогли работать дальше после этой пылевой бури. И все, аппарат перестал работать. А Curiosity работает? Надеюсь, он проработает еще очень долго. Ну и вот, собственно, наш Мэтт Дэймон счастливый. Благодаря этой атомной энергии кадр из фильма, где он откапывает такой плутониевый термоэлектрический генератор, для того, чтобы, ну, если помнить по сюжету, он обогревал свой марсоход, чтобы не замерзнуть. А он вот как источник тепла его использовал. Так что это вполне реально. Ну, такие ретаги использовали на Земле, в условиях, которые чем-то похожи на космос. То есть какие-то крайние, опять же, удаленные территории. Ну, для нас это по-прежнему, для России это Арктика. И вот для того, чтобы обеспечивать судоходство, нужны разные радиомаяки или метеорологические станции. Где-то вот там, в Арктике, да, в крайнем севере. Их нужно обеспечивать энергией. И как раз вот такие небольшие источники. Там уже использовался не плутоний, а попроще чуть-чуть изотоп. Стронций 90. Мощность таких аппаратов небольшая. Буквально 100 ватт. Вот эту вот обычную лампочку питать. Но для какого-то радиомаяка, радиоприбор этого вполне достаточно. Если он может десятилетиями работать, он выполняет свою задачу. Вот их около тысячи таких приборов было. Ну, сейчас их уже все утилизировали, заменили. Все-таки не очень хорошо, когда у вас где-то там в тундре, далеко от людей, радиоактивные элементы и вещества разбросаны. Их сейчас почти все уже собрали и утилизировали. Ну, и еще одно направление использования. А как там с термоядерной энергией? Любят часто спрашивать. Физиков так хватают и говорят, ну, когда же у вас там будет термоядерная энергия-то, да? Это такая хорошая история. Ну, собственно, солнышко, да, как я уже сказал, это термоядерный реактор. Чем приятна реакция термоядерного синтеза, в отличие от деления урана? Ну, потому что топливо практически бесконечное. Это изотопы водорода, а это вода, а у нас планета, знаете, у нас очень много воды. Поэтому, по большому счету, термоядерный синтез – это бесконечный источник энергии для человечества. Если мы его освоим, ну, мы будем опять мечтать об автомобилях и так далее, и о новых горизонтах для человечества. Но там не все так просто. Дело в том, что... Мы на самом деле освоили термоядерный синтез, да, но в таком неуправляемом варианте. То есть водородная бомба – это термоядерное устройство для использования термоядерного синтеза, да. Но там неконтролируемо, такой взрывной вариант происходит. А как ее контролировать, медленно получать энергию – это очень сложно. Потому что, чтобы ядра водорода друг с другом взаимодействовали, они должны находиться в состоянии очень большой температуры. Ну, солнышко очень горячее. Но на Земле, чтобы такой реактор построить нужно, энергии, температуры, на самом деле, еще больше за счет компактного размера. И у нас будет, допустим, не 15 миллионов градусов, как на Солнце, а 150 должно быть. Ну и понятно, что устройство, в котором 150 миллионов градусов – это довольно сложная инженерная штуковина. Были разработаны вот такие устройства, название «такамак». То есть там это вещество, это плазма уже, это даже не пар, оно настолько горячее, что это плазма – это такой компот из заряженных частиц. И удержать их как-то в каком-то месте, в каком-то объеме можно только с помощью, не вещества, а контактировать невозможно, только с помощью электромагнитных полей. Вот такие устройства «такамаки» были разработаны. На самом деле их по миру довольно много, около 300 «такамаков» в мире работают. Но это все исследовательские установки. Они не производят электричество, они только пытаются приблизиться и наработать те знания, которые позволят нам использовать эту энергию. Пока мы не можем, не умеем. «Такамаки» вот эти все больше и больше по размерам. Вот самый большой джет – это, по-моему, английский или японский. Но сейчас строится большой международный «такамак», международный экспериментальный термоядерный реактор. Это самый большой термоядерный реактор в мире будет. Построить его в одной стране, в принципе, невозможно. Не только потому, что это дорого, не только потому, что это сложно и просто нет такого количества ученых и инженеров, которые могут отвлечься на эту задачу. Ну и потому, что непонятны вообще выгоды. Получится, не получится. Рисковать в одиночку как-то мало кто хочет. Но если ряд стран, два-три десятка стран наиболее передовых скинутся, это будет довольно интересный эксперимент. Этот проект идет. И в 2025 году, да, его строят во Франции, в 2025 году ожидается, что там уже первая термоядерная реакция заработает. Но при этом он все равно еще не будет вырабатывать электричество. Все равно попытаются просто люди в таком масштабе, большом, хотя бы прийти к условиям, когда на производство энергии мы тратим одно количество энергии и получаем в ответ примерно столько же. То есть, чтобы хотя бы в ноль выйти. Не вырабатывать больше, чем затрачиваем, а хотя бы меньше затрачивать. И этот проект развивается, в принципе. То есть, это настоящие атомные энергетики, да. Проект работает. Там уже большая часть оборудования монтируется. Это вот строительная площадка буквально месяц назад так выглядит. Ну, сколько осталось? Шесть лет до запуска первой плазмы. Так что будем надеяться, что и этот способ использования атомной энергии будет освоен. И в будущем у нас вариантов применения атомной энергии будет еще больше. И все будет еще интереснее. И я надеюсь, конечно, что будет меньше аварий. Ну, собственно, это такой обзор. Я на этом завершу. Спасибо за внимание.